На праздничном событии в рамках летнего культурного форума и литературно-театрального фестиваля «Читающие дети. Будущее России». Гость форума, актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер, театральный педагог, директор Государственного музея Владимира Высоцкого Никита Высоцкий. Встречаем под ваши аплодисменты! Дорогие друзья, фото и видеосъёмка разрешена! Добрый день! Я вижу, что вы стоите, вам, наверное, будет неудобно, но я буду стараться. Мне сказали час. Час простоять трудно, но, может быть, кто-нибудь встанет, станет скучно и уйдёт, и вы тогда сядете. Я рад вас видеть и рад поздравить вас с Днём Города. Я не первый раз здесь, в Калининграде. Мы построим, таким образом, вот это называется творческая встреча, наверное. Она будет целиком посвящена, конечно, творчеству и жизни отца моего. И я буду что-то рассказывать. Я директор музея, я педагог ещё, когда-то был актёром. Поэтому я иногда выхожу, знаете, к какой-нибудь группе экскурсантов, людей, которые пришли на экскурсию в музей, и что-то вот, и провожу им экскурсии. Редко, но делаю это. Иногда перед студентами выступаю с лекциями. Буду стараться не быть назидательным, но тоже у меня вот такой опыт есть. Всё-таки я, в первую очередь, наверное, директор музея Высоцкого. Но когда-то я был актёром, и, в общем, по временам и сейчас работаю актёром. И поэтому я буду ещё читать. Читать, не петь, вот, а читать стихи отца моего. И вот, наверное, я не очень люблю записки, потому что они удлиняют действия. И, может, кому-то вот человек написал, мне ответить невозможно, а залу, скажем, не очень интересно. И иногда получается, как бы, такое удлинение незачем. Иногда как раз бывают очень интересные вопросы. Я не возражаю, если вы напишите записку, мне передадут. Я взял собачки, я прочитаю. И попробую ответить. Вот, ну так, у меня как бы заготовлено и без вопросов. Пока. Ну, помоляюсь. Начинаю. Владимир Высоцкий. И текст какой-то немецкий хороший. Владимир Высоцкий. Я бодрствую. Я бодрствую. Но весь честок мне снится. Пилю ли пью. Надеюсь, что усну. Не привыкать глотать мне горькую спину. Организации, инстанции и лица. Мне объявили явную войну. За то, что я нарушил тишину. За то, что я хреплю на всю страну. Чтоб доказать. Я в колесе не спится. За то, что мне не имется и не спится. За то, что в передачах за границей Передает мою блатную старину. Считая своим долгом извиниться. Мы сами. Без согласия. Ну и ну. За что еще? Быть может, за жену. Чтоб он не мог на нашей подданной жениться. Чтоб он прямо лезу в кап страну. И очень не хочу идти ко дну. Что песню написал. И не одну. Про то, как мы когда-то били фрица. Про ледового, что над зод валится. А сам не сном, не духом. Про войну. Кричат, что я у них украл луну. И что-нибудь еще украсть не примену. И небылицу догоняет небылица. Не спится мне. Да как же мне не спится? Нет. Не запьюсь. Я руку протяну. И завещание крестом. Перечеркну. И сам я не забуду осениться. И песню напишу. И не одну. И в песне той кого-то прокляну. Но в пояс не забуду поклониться. Всем тем, кто написал, Чтоб я не смел ложиться. Пусть чаша горькая. Я их Не обману. Такая простая фраза. Почти детская фраза. Я не обману. Взрослые люди. Мы обычно так не говорим. Мы говорим, поверьте мне. Мы говорим, я клянусь. Через час забываем. В чем мы там клялись. А он Вот так вот по-детски. Я не обману. И самое удивительное, Что это правда. Конечно, он Не был святым. И не был безгрешным человеком. И, конечно, ему приходилось И Врать, лгать в жизни. В жизни. Но в творчестве В творчестве практически нет. Мне Неизвестно. Он очень серьезно к этому относился. Очень серьезно. Он У него есть такая строка Ни единую букву и не лгу. Ни единой буквы. Мало кто может так вот Сказать. А я повторюсь, что Это правда. И возможно Возможно Его Такая вот Невероятная популярность Любовь к нему При его жизни. И вот уже через Совсем небольшое время Будет 42 года, как он ушел Из жизни. И вот эта долгая память Долгая любовь Которая продолжается и продолжается. Это поэтому И Он В своем творчестве Не просто искренен Он абсолютно правдив Он понимал Ответственность за свое слово Он знал, что Его слушают миллионы людей Десятки миллионов людей Он не то, что Как многие популярные люди Как бы считал там Да Вот сколько людей его любят Сколько людей готовы купить билеты Там на его спектакль Или концерт Он знал, что Его слушает страна Огромная страна И она ему верит И он не лгал И думаю, что в этом Одна из причин Вот такой И любви И популярности В 2012 году Довольно известный Центр изучения общественного мнения Очень профессиональный С очень хорошей репутацией Провел Опрос Всероссийский По своей инициативе Были опрошены Там две с половиной тысячи людей В самых разных уголках страны нашей В промышленных регионах Сельскохозяйственных В национальных республиках Разного возраста Люди Отвечали на один вопрос Кого вы считаете Можно назвать Героем России 20 века Вот такой простой вопрос Один Он не был ни к чему Не прицеплен Ничего И Были Была такая тройка Практически с одинаковым Результатом У каждого Юрий Гагарин Владимир Высоцкий И Георгий Жуков И в общем Такая вещь Мало кого Как вы понимаете Удивила Допустим Появление в этой тройке Героев России Гагарина Или Жукова Почти все Даже те Кто любит Русского Были удивлены То что И он тоже Понятно Гагарин Он оказался На самом острие Вековой мечты Человечества Всего О прорыве В космос Он оказался Там Десятки тысяч Людей Работали Чтобы Вот на этот Короткий срок Он Оторвался От земли И Вышел в космос Наверное Там Скажем Королев Конструктор Генеральный Сделал Больше Для этого Полета Чем Молодой Летчик Тогда Он был еще Лейтенантом Юрий Гагарин Но тем не менее Он был первым Он оказался Там И почему Он Герой России Почему Россия Гордится Вопросов Наверное Ни у кого нет Хотя Ну Никто Никого это не удивило Я повторяюсь Георгий Жуков Та же самая Ситуация Ведь он Да он Один из Вот этой Вот Маршалов Победы Но Победа Наверное Самое значительное Событие Вообще В истории 20 века И не только В истории Нашей страны И Да Она Персонифицировалась Вот так Вот это отношение Это страшная Потеря Страшная боль И Невероятные Страдания Через которые Наш народ Прошел И Вот так Она персонифицировалась Да Жукова Назвали Маршал Победы И вот В 12 Году 21 века Люди говорят Герой России А Высоцкий То Почему Я помню Что Я же директор Музея Высоцкого И Разорвался Телефон И требовали Каких-то Комментариев Я вначале Так дежурно Отвечал Что Ну люди Решили Так тому И быть Это ж не то Что ему Дадут Действительно Звание Героя Вот Но В какой-то момент Стал пробовать Отвечать Почему На мой взгляд И понял Что у меня Ответа тоже Нет Понял Что ответа Нет Потому что Ну поэзия Литература 20 век Ну Огромное количество Великих имен И в серебряном веке И Я не знаю В конце концов Там Я не знаю Есенин Блок Там не знаю Гумилев Пастернак Анна Ахматова Бродский Нобелевский лауреат Всемирно известный человек И А уж Писатели Ну просто Мы в этом смысле Счастливые люди Невероятно Был богатый До 20 век На Людей Которые занимались Литературой Которые двигали Русскую литературу Я не кино Живопись Музыка Великая Великая Объяснить это тем Что вот это вот Такое искреннее Хорошее Огромное Вот отношение Нашего народа К собственной литературе К собственному искусству Этого мало И тем не менее Вот я попробую На этом построить На Попробовать Отвечать Сегодня На этот На этот вопрос Не вопрос Кто герой Потому что это уже Ответ есть А почему Наверное Вот я начал С этого стихотворения Я не обманул Наверное Это причина Но конечно Не одна Я буду пробовать И буду Читать его стихи Он Все что написал Высоцкий Я имею ввиду Все песни Это тоже Поэзия И Мне нет Никакого Сомнения Вот Но у него Есть такая Часть Его творчества Стихи Которые Не положены На Музыку Некоторые Он пытался Даже Что-то пытался Петь Но Откладывал И продолжал Работать Над текстом Я видел Часть рукописей Вот этих Этих стихов Которые хранятся В музее Перед этим Они хранились У нас дома И я их видел И я видел Следы Постоянной работы Над этими стихами Разными чернилами Видно Что в разный период Видно Что он заходил Еще и еще раз Вбрасывал струфы Дописывал Это видно На черновике И при этом Когда Эти стихи Попали в театр На Таганку После его смерти Их принесли Люди Которые занимались Архивом Отсовства Актеры Не поверили Что это стихи Высоцкого Никто не знал Что он их пишет И Мне Золотухин Рассказывал Что говорит Ну мы 16 лет С ним Бок о бок Сидели в театре Дружили Ссорились Ездили на гастроли В конце концов Там выпивали И там Детей Праздновали Там называли Друг в честь друга Да И Репетировали Роль это Море Там не знаю Поток крови Вместе И были очень близкими людьми И он никогда Он показывал Свои новые вещи И Золотухин говорит Мы в театре считали себя Знатоками Его творчество И не поверили Потому что никто не знал И не только в театре Может быть Пять человек Читали эти стихи А он продолжал И продолжал Над ними работать Больше того Он понимал Что ему осталось Немного Это предощущение Ухода Очень скорого Есть в этих стихах И продолжал работать Как будто Понимая Вероятно Понимая Что Это будут читать Уже после него Его не публиковали Вы знаете Что он при жизни Не видел своих Опубликованных текстов И не исполнял Ни на концертах Ни в дружеских Компаниях И продолжал Работать Делать Вот Мне кажется Что он в них Очень откровен На многие вопросы Может быть Не на этот Про героя России Но в них Есть Есть Ответ Ах Откуда У меня Грубые Замашки Походи С моей Воде Даже не пешком Меня мама родила В сахарной рубашке Подпоясала меня Красным кушаком Так откуда ж У меня Хмурые Надбровья От каких Таких Причин Белые Вихры Мне Папаша Подарил Бычье Здоровье И в головушку Вложил Нехухры Мухры Начинал Мытье Своё С Сандуновских Банья Вместе с потом Выгонял Злое Недобро Годен В смысле Чистоты И образования Тут и голос Должен быть Чисто серебро Пел бы Недобро Нужно 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 Самым важным Запеть Про Главное И это Тоже Правда Он У него Практически Нету Проходных Вещей Он даже Не начинал А если Начинал То почти Сразу Бросал Написав Несколько Строк Писать Стихотворение Или песню Когда Это Не было Самым главным Он Говорил Как Мучает Иногда Даже Одна строка Он говорит Два месяца Я слышал Идет охота На волков Идет охота Записал За пять минут Два месяца Вот только Вот это Словосочетание И И оно Было Самым важным И это Выплескивалось И это Приходило К людям И то Что для него Было Самым главным Вдруг Становилось Важным Необходимым Для миллионов Людей Которые Его слушали В этом Наверное Тоже ответ Почему Именно Он Почему У меня Есть Мой ответ Хотя Мне кажется Что это Ответ Жизни Неисчерпывающий Мой отец Вы знаете Главная роль Которую он сыграл Гамлет Принц Датский Шекспир В 71 Году Была Премьера Ну Гамлет Кто не читал Кто смотрел Самая Считается Великая Пьеса Великая Самая лучшая Мужская Роль В мировом Виртуале Для любого Человека Для любого Актера Конечно Это событие Это мечта Это вершина Ну и так дальше И так дальше Но у отца Было дело Не в этом Не только В этом Театр Театр переживал Очень сложный Период Юрий Петрович Вынужденно Он не хотел Ставить Этой пьесы Ему сказали Поставь Классику И он Говорит Да я Гамлета Поставлю Тем более Отец за ним Значит Ходил уже Несколько лет И просил И Казалось бы Тогда же Нет Аганка Начало 70-х Это Наверное Был самый мощный Самый лучший Театр Ну в Москве Не знаю В стране Может быть Даже в мире Самая Очень молодая Труппа Очень обученная Очень звездная Кроме Высоцкого Вы знаете Там и Золотухин И Филатов И Смехов Можно перечислять Сверх Там Талантливый Художественный руководитель Главный режиссер Юрий Любимов Который уже Ну театр перемел Во многом Благодаря ему С главным художником Стал Тогда Только что подошедший Вот начавший Работать в театре Давид Боровский Великий театральный художник Великий Это признано сейчас Не только потому Что его уже нет А В театральных Энциклопедиях Его спектакля Которые он ставил Даже без любимого Первый Литературный Перевод Пастернак Первый раз Литературный перевод Пастернака На сцене Пастернак Такое имя Высоцкий Сверх Тогда популярный Человек И актер И все на свете И поэт Как ни называй В роли В роли Гамлета Ну что может быть Должен быть успех Невероятный Все его ждали Очень тяжело Репетировали Отец Несколько раз Чуть не ушел Из театра И Ссорился страшно С любимым Не получалось Талант Ну кто постарше Молодым Людям сложно Раньше Даже там Не знаю Цирковые представления Детские Кукольные Спектакли Спектакли Народных театров Утверждали К показу На зрителя Собиралась комиссия Люди Не глупые Совсем И Выносили Вердикт Можно и нельзя Показывать Уж деньги потрачены Уж все Театр готов Уже В репертуаре Стоит Нет Если будет Нет Будут или дорабатывать Или вообще Не выпустят Спектакли И Любимов Понимая Что не пропустят Он решился На очень странный Такой поступок Сейчас мы Наверное Ну сейчас трудно Это оценить Это было Ну как бы так скажем Решительно и смело Он позвал Вот эту комиссию Принимать Человек 15 Чиновников От культуры Партийных Которые За идеологию Отвечали Вот И Обычно Они всегда Смотрят В пустом зале А он Позвал публику И В Таганском Театре Отгородили ряд Для этой комиссии И Публика Висела на люстрах Тоже понимая Что скорее всего Спектакль закроют Огромное количество Людей пришло Он говорит Любимов Потом позже Говорил Что я надеялся Что вот Дыхание зала Вот реакция публики Убедит Людей Принять этот спектакль Прошел спектакль Я видел этот спектакль Видел его Не один раз Ну наверное Это самое сильное Мое театральное впечатление За всю жизнь Лет мне уже прилично Вот И театром я занимался И профессионально И продолжаю заниматься Но это было Ну это было Очень хорошо И конечно люди Которые сидели В этой комиссии Они не могли этого Не почувствовать Они это почувствовали И не только Благодаря тому Что зал там Бесновался И были Очень длинные Аплодисменты Но есть примеры Театральные До премьеры Не кланяются артисты Это была не премьера Это была сдача И зритель ушел Люди Пусть даже Под впечатлением Сели обсуждать И так Им понравилось Это было видно Вот люди Которые были На этом обсуждении Но Они понимали Что пропускать нельзя И Вот так Потихонечку Полигонечку Они разогнались И Кто-то сказал Что вот Наверное Сыро Кто-то сказал Там вот Перевод Пастернака Слишком литературен Кто-то сказал Что что-то Как-то С костюмами Не очень И пошло 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 Поехало И было понятно Что вот сейчас Они поставят на голосование Единогласно Закроют спектакль И встал Лев Агинский Тогда достаточно Молодой человек Очень известный Театральный Деятель Критик Знаменитый Тогда я повторю Человек молодой И сказал Мне вот прошу слова Хотя я не в комиссии Но вот он присутствовал И он говорит Договорите конечно Пожалуйста И он говорит Несмотря на все Вот Замечания К этому Спектаклю Которые были Здесь Озвучены Несмотря На Недостатки Которые Есть Которые уже Указаны Или которые Будут еще Указаны Этот спектакль Надо Пропускать Потому что В нем Есть достоинство Которое Перевешивает Все недостатки Люди Я повторю Блин И глупые Они в общем Даже обиделись Что же это За такое Достоинство Которое Вот один Анинский Заметил А мы Никто не заметили И Говорят Что это Что Анинский Сказал Очень простую Мысль После Которой Я Забегая Вперед Я скажу Что спектакль Пропустили Он Сказал В этом Спектакле Есть Гамлет И Дело Не в том Что актер Высоцкий Хорошо Играет Принца Датского Гамлета А дело В том Что Высоцкий И Есть Гамлет 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 Вы помните Он поэт Он пишет стихи Он Отринут И вообще История Гамлета На российской сцене И на советской сцене Это особое Совершенно дело Я не буду в это Углубляться Но мало Кто Мало Барковой Можно вот так Сказать Барковой А исполнители Были великие Исполнители Начиная Там от Мочалова Сейчас Там Женя Миронов Там Наверное Из последних Гамлетов Лучший Вот Он Не играл Гамлета И Этот спектакль Прошел 247 Раз Он Победил Вы знаете На битовском Фестивале Тогда Это был Самый Престижный Театральный Фестиваль В мире Там Французская Вражеская Пресса Буржуазная Пресса Назвала Высоцкого Лучшим Гамлетом После гастролей В Париже 79-го Гона И еще Одна вещь Вот В доказательство Этой Этой Простой Мысли Высоцкий Гамлет В Гамлете У любимого Не было Последней Сцены Последняя Сцена У Шекспира Такая Что Все погибли Остался Один Горацио Живой На сцене Входит Фортенбрас Норвежец Воеватель Спрашивает Что случилось Ему Коротенечко Горацио Что-то Говорит И Фортенбрас Приказывает Похоронить Там гора Трупов Там лежит Королева Там лежит Клавдий Король Там Он Он Приказывает Похоронить Принца Гамлета С Королевскими Почетями И Последняя Ремарка Гамлета Поднимают Четыре Война Звучат Фанфары Гамлета Хоронят Как Короля Принца Вершенного Трона Хоронят Как Короля И Этой Сцены Не было Любимов Считал Она Заканчивалась Дальнейшее Молчание Есть еще Перевод А дальше Тишина И все Уходил Свет Слово Набирался Актеры Выходили Толанились Но Эта Сцена Шекспировская Состоялась И Состоялась Она На Таганке Но Не во Время Спектакля Она Состоялась 28 Июля 80 Года В день Похорон Отца Абсолютно Пустая Москва Олимпийская Москва Из которой Всех Отпускников Отправили Детей Весь Нежелательный Элемент Действительно Она была Пустая Я Был в это Время В Москве И В час Пик В троллейбусах Сидело Там 5-6 Человек Из них Двое Милиционеров Действительно Москвичи Ходили Просто Как Ну я не знаю Как Не верили Глазам Своим Вот И вот в этой пустой Олимпийской Москве В центре Почти города Собрались люди Маленькое Маленькое Было объявление В вечерке Что вот Некролог Что Театр На Таганке Сообщает О смерти Актера Владимира Высоцкого Гражданская Панихида Состоится В театре В 10 часов Утра И люди Пошли Я приехал В театр Наверное Часов в 6 Утра Мы привезли Гроб И тело Отца Поставили Уже на сцену Ну Уже светало Но было Никого не было И в следующий раз Я вышел Когда началась Панихида И Я увидел Море людей Море Это Нельзя описать Цифры Это было Живое море Вот Таганка Вся На крышах На Каких-то Значит Деревьях В окнах Люди пускали К себе В квартиры Десятки людей В одном окне Есть фотографии Есть хроника Вот Потому что Люди понимали Что они пройти Не смогут Очередь Начиналась От Кремля Кто хорошо знает Москву Это несколько километров Люди понимали Что они не успеют И они Всеми правдами и неправдами Обходя кордоны Вот собирались На Таганской площади И Закончилась Панихида Задержалась Но закончилась И Груб вынесли И Вдруг Вот Это Вот Как Ледина Откалывается Народ пошел На Вот На нас На театр Я Просто Я думал Все И все Кто это видели И вот Сказали Мы не сделаем Мы не снимем Это невозможно Это рулил Другой режиссер И Вот так Этот автобус Катафалк Уезжал от театра По Такому Ковру Из цветов По Садовому кольцу Долго Долго Я просто помню Как вот Эти цветы Мы ехали Сзади И Эти цветы Хрустели Под колесами Вот так Его проводили Десятки тысяч людей Вот такие королевские похороны Ему были устроены Москва такого Ни до, ни после Не видала И вот эта сцена Шекспировская Похороны Королевские похороны Принца Гавлета Которого не было В театре На Таганке В спектакле Театра на Таганке Но Она Случилась в жизни Вот таким Таким образом Потому что это Шекспир Потому что это Гамлет Потому что Руссоцкий Гамлет Человек Который отвечает С самой Даже своей жизнью На вопросы Которые сам себе ставит И которые ставит ему время Вот И тут я позволю себе Когда-то я был актером Быть или не быть Быть или не быть Вот в чем вопрос Достойно ли терпеть Удары и щелчки Обидчицы судьбы Или нужно оказать Сопротивление Восстать Вооружиться Победить Или погибнуть Умереть Уснуть Уснуть И видеть сны Вот и ответ Какие ж сны В том смертном сне Приснятся Когда покров земного чувства Снят Вот объяснение Вот что удлиняет Несчастье В нашем жизни На столько лет А то кто Снес бы унижение века Позор гонения Выходки глупца Отринутую страсть Молчание Право Надменность Власть имущих Кому стремится Так всех нас В трусов Обращает Мысль И вянет Как цветок Решимость Наша В бесплодии Умственного Тупика Так погибают Замыслы С размахом Вначале Обещавшие успех От промедления Долгого Но тише 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 АПЛОДИСМЕНТЫ У меня где-то была Такая спорыгалка Куда-то я ее делал Ну Дальше Вообще говоря О Высоцком Кстати о Гагарине Тоже Наверное Один из секретов Того что их выбрал Его величество народ В их необыкновенном обаянии В необыкновенном обаянии Ну Гагаринская улыбка Да Весь мир Как Ну как Такой вот знак Такой его И Без этого Наверное Наверное Не выбрали бы Оно осталось Оно осталось В фотографиях В хронике В голосе Записано Вот И И Вот в этих Стихах Которые Я сегодня Вам читаю Стихи Которые Он написал В песнях Либо безусловно И когда Вот Мы говорим Сегодня Спустя 42 года Как его нету О нем Мне кажется Обязательно Надо вспоминать Людей Благодаря которым Он состоялся Благодаря которым Его жизнь Говорят Мало прожил Он мог уйти раньше Если бы не люди Которые были рядом Были конечно И те которые Подталкивали Я не знаю Наоборот Дровишек В печку Подкидывали А были люди Которые Да В ущерб себе Своему времени Своей карьере Помогали ему жить Понимая Что он человек Без кожи Понимая Что ему Очень непросто И желая Ему помочь И вот таких людей Их совсем немного Совсем немного Как наверное Настоящие друзья У любого человека Ну там Несколько Может быть Ну 5-7 Ну кто больше Насчитает Вряд ли И отец Не исключение И вот О них надо тоже Обязательно Как-то говорить Вспоминать Там Сева Абдулов Я всегда Вот на таких встречах О нем говорю Просто напомните Он много-много лет Был рядом с отцом Он был ему Как младший брат Сейчас к сожалению Его нет Вообще многих друзей Отцовских нету Вадим Туманов Там Можно 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 Назовить Говорухин Любимов Безусловно Которые Очень много Сделали Для него Для него Для его становления Для его развития Вот Вот И конечно Марина Марина Владя И вот Я хочу Прочитать Стихотворение Посвященное Ей Не должно Было Быть Не просто 12 лет Этых совместных Совместных жизней Это Это Не могло Быть А это Было Когда Они Только Познакомились На Кинофестивале В Москве И пошли Такие Значит Слухи В тусовке Как говорят Да Что Вот Высоцкого Роман С Владей И все Так Ну Все Бывает Вот Но Ничего Ж не будет Она Уедет И все Высоцкий Не выездной Он Наглухо Был Не выездной Он Поехал Первый раз К Марине Будучи Уже Пять лет Они были Можем Женой Первый раз Его выпустили За границу Огромных Усилий Это стоило И Марине И ему И А это было Франция Вражеский лагерь Капиталистический Да Они Прощались И Не знали Они увидятся Еще раз Уже В конце жизни Отца Это Марина Рассказывала Она говорит Мы не знали Ладно Ему могли Не дать визу Ей могли Не дать визу Въездную Могли И они Прощались Как вот В плохой Мелограмме Не зная Увидимся ли Мы в следующий раз Вот так Жили 12 лет И Я прочитаю Два стихотворения Посвященные Марине Вот первое Оно такое Очень Светлое Любви Люблю тебя Сейчас Не тайна На показ Ни Не после Не до В лучах Твоих Сгораю На взрыт Или смеясь Но я люблю Сейчас А в прошлом Не хочу А в будущем Не знаю В прошедшем Я любил Печальнее могил Все нежное Во мне Без крыльев Истреножит Хотя Поэт Поэту Говорил Я вас Любил Любовь Еще Быть может Приду И впрод И вплавь К тебе Хотя безглавь С цепями На ногах И с гирями Попуду Ты только По ошибке Не заставь Что после Я люблю Добавил я И буду Есть горечь В этом буду Как ни странно Подделанная подпись Червоточина И лаз Для отступления Про запас Смертельный яд На самом дне Стакана И словно Настоящему Пощечина Сомнение В том Что я люблю Сейчас Смотрю Французский сон С обилием Времен Где в будущем Не так И в прошлом По-другому К позорному Столбу Я пригвожден К барьеру Вызван я Языковому Ах Разность В языках Не положение Крах Но выход Мы с тобой Повещим И обрещим Люблю тебя И в сложных Временах И в будущем И в прошлом Настоящем Здорово 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 Я не хронометрирую Но У меня есть договоренность Мне махнут Если надо заканчивать Я пока продолжаю И второе стихотворение Он несколько раз Несколько стихов Марине посвятил И Это удивительно Она многих не знала Он написал А она не знала Вот И А вот это стихотворение Она конечно Она была первым Его читателем Вот стихотворение Написано За два месяца До смерти Отца Он был в Париже И Фактически Как Марина И писала Потом и говорила Это Они Как бы расставались Это было Как бы Конец их отношений Хотя Он только приехал В Москву И позвонил Сказал Что берет билеты Что он обязательно Поедет к ней Еще раз Но они больше не виделись Это Для нее Это Было прощание Это стихотворение Он написал На такой маленькой бумажке Которые заполняются В гостиницах Раньше заполнялись Многие считают Это стихотворение Последним стихотворением Высоцкого Это неправда После этого Было еще больше Двух месяцев Его жизни Бог ему дал И 24 июля За несколько часов До своей смерти Он Позвонил Геннадию Полуке Это известный кинорежиссер Он написал Песни в его картину И спел ему Новую песню По-моему Она называется Гимн в школе Наверное Это можно сказать Последнее Что он сделал Последнее Что он написал Я повторюсь За несколько часов До смерти Он работал До конца Вот в эти два месяца Между тем стихотворением Который был Написанием стихотворения Который я вам сейчас прочитаю И Его смертью Были гастроли В вашем городе Больше 20 Вот И После этого Еще были гастроли В Польше Которые в Польше Помнят до сих пор До сих пор Люди помнят Вот те знаменитые гастроли Таганки И я повторяю Были тексты Были Вот Очень мало Но были И тем не менее Конечно Это стихотворение Такое не просто Исповедальное Оно прощальное Такие слова можно обратить Не просто к человеку Которого ты любишь Или который любит тебя Хотя Что может быть Больше и важнее любви А тому Кто может Эту страшную правду Вот Заключенную Вот в эти рифмы Принять Понять Он случайно оставил Он забыл Он Марина потом говорит Он звонил Он говорил Привези Или пришли Я хочу доделать Я не доделал Вот это стихотворение Которое наверное Тоже Ну Многие из вас знают И снизу Лед И сверх Маю Смешно Пробить Лев Вверх И Пробуравить Вниз Конечно Всплыть И не терять Надежду А там Задело В ожидании Виз Лед Надо Мною Над Ламис И тресни Я Лезть В поту Как Пахарь Отсохи Вернусь К тебе Как корабли Из песни Все помня Даже старые стихи Не меньше Полувека Сорок с лишним Я жив Тобой И Господом Храним Мне есть Что спеть Представ Перед Всевышним Мне Мне Есть Чем Оправдаться Перед Нем Браво АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо Я чувствую Просто Ну по себе Жарко Игрей Как и душно Может Открыть что-то Но Клянусь Мы потихонечку Заканчиваем Вот Я вижу Записку Я обязательно Прочитаю Просто У меня для этого Нужны очки Я обязательно Прочитаю Я не знаю Кто бы написал Сейчас прочитаю А Среди Такого Огромного Количества Неправды У АПЛОДИСМЕНТЫ Которые Сплетни Какие-то Слухи Иногда Очень красивые Очень романтичные Иногда Ужасные Отвратительные Пошлые Я больше Все не люблю Таких Которые Как бы Говорят Ну что Высоцкий Ну да Талантливый Ну что Ну такой Ну легковесный Ну вот он Не умел Распорядиться С собой Вот так Вот пил Гулял Ну повезло Да Ну самородок Ну что Ну русская болезнь Такое Пренебрежение Такое отношение К нему Как Вот да К какому-то везунчику У него был Мерседес Он был Женат на Европейского Уровня Там Мирового уровня Закинутся везде У него там Чего только не было Слава была Чего вы делаете из него Страдальца Чего вы делаете из него Такого большого Серьезного Русского Поэта Зачем Ну давай Ну Феномен И все И я не в том смысле Что мне там Я просто с этим часто сталкиваюсь Как директор музея И Общаюсь с разными людьми Это мнение было и при жизни И его И после смерти Дело не в том Что это там Это неправда Но это вредно Да Люди Скажем Вот Моего поколения Старше Наверное Мое поколение Последнее Кто может сказать Мы видели Высоцкого Помним это время И так дальше Уже Не собьешь Ну Мы уже останемся При своих Что бы кто ни говорил И в том числе Наше отношение К Высоцкому Оно не изменится А вот людям Современным Для которых Высоцкий Это там Ну так Кумир бабушек Дедушек Вот Человек Который Не знаю Там Со странным Хрипом Голосом И Я не знаю Который сыграл Жеглова Там теперь Горбатый В Мариуполе Сейчас Чего не скажешь Попадешь Обязательно Туда куда не нужно Был установлен памятник Высоцкий Город Жеглова На одной Из центральных улиц Рядом с университетом И Он стоит С пистолетом Говорит Ну как бы И помните А теперь Горбатый Я сказал Горбатый Вот такой памятник И он такой Из темной бронзы А пистолет Аж золотой Потому что Студенты за него Держатся Перед экзаменом Вот Да Вот Нет Он не И Я повторяю Сейчас такое время Когда Мы должны Передать То что мы любили То что делало Нашу жизнь Лучше Чем она могла бы быть Должны передать И детям Ну дети уже взрослые Наверное Кому нужно уже передали Внукам Дальше Дальше Чтобы осталось То что Мы любили Поэтому Это очень Это нехорошо И это неправда Он не был Легковесным Везунчиком Он был пахарем И он был Он очень серьезно Относился К тому Что ему дано К своему Долгу Поэтическому Серьезнее всего Серьезнее А своему таланту А он обязан Сделать То что То что ему Предписано Его стихи Последних лет Я сейчас прочитаю Еще одно стихотворение Оно тоже одно из последних В них есть Это ощущение Ухода Но Он Уныние Грех Он не унывал Он понимал Он не хотел умирать Но он хотел Он из-за этого Еще больше хотел жить Понимая Что этого не будет Он из-за этого Еще больше должен был Сделать Он писал Я повторяю До последнего Практически часа Жизни своей И говорю это Не только потому Что я его сын А потому что я это знаю А стихотворение Вот оно Наверное Как некий Ответ Его Тогдашним Людям Которые про него Вот так вот Ну Володя Вот Ну и И сегодня Оно Мне кажется Звучит Называется оно Мой черный человек Мой черный человек В костюме серым Он был министром Домуправым Офицером Как злобный клоун Он менял личины И бил под дых Внезапно Без причины И улыбаясь Мне ломали крылья Мой хрип порой Похожен был на вой И я не бил От боли и бессилья И лишь шептал Спасибо, что живой Я суеверен стал Искал приметы Что, мол, пройдет Терпи Все ерунда Я даже Прорывался в кабинеты Изрекался Больше Никогда Вокруг меня Кликуши Голосили В Париж Шмотает Словно Мы в Тюмень Пора Такого Выгнать Из России Давно Пора Видать Начальству Лень Судачили Продачу И зарплату Мол Денег Прорва По ночам Кую Я все отдам Берите Без доплаты Трехкомнатную Камеру мою И мне давали Добрые советы Чуть свысока Похлопав по плечу Мои друзья Известные Поэты Не стоит Рифмовать Кричу Торчу И лопнуло Во мне Терпение Жилы И я За смертью Перешел На ты Она давно Возле меня Кружила Побаивалась Столько Хреботы Я От суда Скрываться Не намерен Кали Призовут Отвечу На вопрос Я До секунд Всю жизнь Свою Измерил И Худо Бедно Отащил Свой Воз И знаю Я Что лживо А что свято Я понял Это все-таки Давно Мой путь Один Всего Один Ребята Мне Выбора По счастью Не дам АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сколько лет Для вас Осталось По ощущению Вашему отцу Я понимаю вопрос Я понимаю Что имеется ввиду Несколько лет А Вот как Он для меня Всегда будет старше Я смотрю Его фотографии Я Вижу Хронику Я вижу Фильмы Я понимаю Что я сейчас Намного старше Чем он Вот И И все равно У меня полное ощущение Что Ну Вот эта разница Между мной И им Там В 26 лет Она Сохраняется Вот Не знаю Как у кого Может быть Это у многих У кого Вот Родители вышли Достаточно рано Такое ощущение Вот Мы не видели Их Я не видел Его пожилым человеком Вот А сейчас Ему было Вот через полгода Будет 85 лет Вот Но он всегда Старше меня Вот так же Как это было При жизни Я не могу От этого избавиться Поэтому Если про это То я вот так Поответил Прочитайте Пожалуйста Коня Коня Надо пить Хотя Вот И еще Одна Записка Сейчас отвечаю Главное Качество Женщины Для вас Неожиданно Я вам скажу Я Ну Без лишних Откровений Хорошо Вот И я Очень влюбчивый Человек И Я не знаю Почему Я Когда Иногда Вспоминаю Какие-то Вот Свои Влечения Я не могу Их объяснить И Нету Какого-то Типа Женщины Которые Вот Значит Которые Вот Ну Как говорят Человек Как-то ищет Кто-то Говорит Похожие На свою Мать Фрейд Говорит Да Вот Я не знаю Но все-таки Я вам скажу Что самое Вот Ну Для меня Главное Только Это самое Не сразу Говорите Что вот Это он Придумал Для нас Вот Самое Главное Это Тайна Непонятность Влюбляешься Когда ты все Знаешь Про человека Хотя я люблю Свою жену И очень хорошо Знаю Вот Но влюбляешься В тайну В загадку Качество Я не говорю Делайте так Все равно Такие Вот я такая Таинственная И будете нравиться Мужчина Но мне Вполне возможно Что вы можете Рассказать О своем Брате Мой старший Брат Аркадий Вот Он Необыкновенно Отдаренный Человек Он закончил Физмат Школу Вторую Физмат Это Ну вот Такое В советские Времена Наверное Такое Я не знаю Там только Гении Учились Вот Преподавали Там Замечательные Люди Совершенно Он Был В детстве Лауреатом Или как Назвается Победителем Астрономических Олимпиад Вот У него Он Невероятно Отдарен Спортивно Вот Я Всю Жизнь Занимался Ну в детстве Занимался Баскетболом И В общем Остался Там На уровне Ну так Среднего Спортсмена Есть у меня Где-то Значок Ну то есть Чего-то Добился Но В 8-9 лет Я затренировался Последние годы Вообще По 5-6 часов Вот И Аркадий Ему понравилась Девушка К разговору О красивых Женщинах А ему было 15 лет Он покуривал Вот И пошел За ней Она оказалась Занимается Легкой атлетикой В На стадионе Юных пионеров Он пошел И записался В первую Попавшуюся Группу сложнейшие Совершенно 800 и Полторы тысячи метров Это очень сложная Дистанция Это Ну такое Ну очень сложная Прозанимался Пока Не разлюбил Эту девушку Вот Он быстро Это Полтора месяца И через полтора месяца Выиграл Чемпионат Москвы Среди взрослых Нормально? Вот И пронул и ушел Вот Потому что Девушка разобравилась Вот Необыкновенно одаренный человек И Таких называют Там Не знаю Вундеркинды Еще что-то Он в юности Писал очень хорошие стихи Очень хорошие Вот И Он профессиональный сценарист У него есть несколько Очень хороших работ Ну сейчас Такая работа Ну Отдельный разговор О том Что такое писать сценарий Вот В другой раз Это сложная работа И он хорошо с ней справляется Но он Не публичный человек Он не хочет В связи Вот С интересом к отцу Каким-то образом Показываться Поэтому Вы спрашиваете Наверное Просто вы не знаете И что там с ним С ним Слава Богу Все в порядке У него Пятеро детей Восемь внуков Так что Ну все в порядке Он там старший Все лучше ему Старший Он и был Битин А кто-то там Был и так А младший был дурак Мы знаем Младший я Вот он Вполне себе Успешный человек Просто вот он считает Что мы так В какой-то момент Решили Что Это я Вот буду делать И музеем заниматься И правами отцовскими Ну и так далее И так дальше И в связи с этим Оказываться Там скажем Где-то Там не знаю На экране Допустим Ну так Добрый дедушка Добрый день Мой дедушка Был знаком С вашим отцом Замечательно Когда служил Так так Скоро все это все еще Яркие Это может И плохо Я читаю Я была бы рада Если вы сказали Ему пару слов Ну что ж Я могу ему сказать Я могу ему сказать Самого ему доброго И хорошего И Я его не знаю Но Желаю Как впрочем И всем Самого хорошего И доброго Да Вот Значит Это что Я сниму На камеру И передам А где эта камера Поднимите Я скажу в камеру Тогда Это ваш дедушка Как имя Отчество Геннадий Иванович Вот Ваша внучка Попросила Я вам говорю Несколько слов Со сцены Пусть вам будет Хорошо Здоровья Спасибо за встречу Ну Значит Пора уходить Мужчины Узнав И как И как плакали Мужчины Узнав Об утрате Если вы имеете Ввиду Тогда Плакали Мужчины Плакали Вообще Мужчины Редко Но Чушь Мы же люди Плачем Чушь Мне не очень Ну Во-первых Фильм Высоцкого Достаточно Если вы имеете Ввиду Фильм Высоцкий Спасибо Что живой Я был Сценаристом Этой картины И продюсером Поэтому мне Это как О своем ребенке Говорить И Там есть Проблемы Есть недостатки Но Этот фильм Был нужен И об этом Говорят Огромный Невероятный Совершенно Сплеск Интереса К Высоцкому После этого Который мы фиксировали И в музее И я фиксировал Как Поскольку я занимаюсь Изданиями Высоцкого И Это Это было нужно Раз Во-вторых Там Есть Оно просто Хорошо сделано У нас Так Кино делают Редко Просто Не делают Это Хорошо Сделанное Кино Вот И Это Мне Это кино Нравится При том Что Конечно Я вижу В нем Вижу В нем Недостатки Как в любом Произведении Искусства А кино Это вообще Это искусство Компромисса Вы собираетесь Снимать Солнечную погоду А пошел дождь И все И куку И вы не снимете Вот Потому что Это производство Потому что Оставаться И ждать Хорошей погоды У вас не получится Значит Вы зайдете Куда-то Под крышу Где дождя Нет Набьете Туда Свет Оборудование И будете Снимать Ничего Не сделаешь Что-то Не получилось Вот Но на мой взгляд Это кино Честное И хорошее А история Для меня Наверное Тоже очень Важная Я много раз Говорил Мне Рассказал Эту историю Я не был При этом Но рассказал Эту историю Сева Абдулов Когда мне Было 16 лет Когда Мы Отмечали 9 дней Смерти И я жил С ней Без малого 30 лет И для меня Это дорогое Кино То что вам Не понравилось Я вам скажу Да Это И вы не один Мы делали Замеры И там Была Доля Американцев В этой картине И они Очень серьезно К этому Относятся И они делали Замеры Как вот сейчас Называют Экзетполы Сразу После Люди выходят Из кинотеатра И их оценка Вот И кстати Для картины Такой Очень положительный Отклик Больше 90% Скорее Да Чем Нет Из этих Так Никита Владимирович Спасибо вам огромное Храни вас Бог Я буду стараться Какой вопрос Вы сейчас Задали бы Своему отцу Знаете Это Такой Я бы его слушал Я бы его слушал Если бы Мне он иногда снится Вот И И во сне Я Ну Уверя Что я могу с ним Разговаривать Я что-то говорю Наверное О чем-то спрашиваю Вот Но если бы А может быть Когда это произойдет Там когда Мало ли Когда это произойдет И я Я бы послушал Я думаю Что Ему Я бы его слушал Я бы не спрашивал Вот Он на очень многие вопросы Мои личные вопросы Ответил И в творчестве своем И в жизни своей Вот И я об этом узнал К сожалению Знаете Как Дон Гуан говорит Узнал я поздно Бедный Неза Он говорит Вот Я Много Много хочу узнать Про него Я думаю Если будет такая Возможность Встреча Он мне Что-то расскажется В чьем исполнении Вам больше всего Нравится Песня Беда Вы знаете Действительно Такая песня Которую Очень многие Поющие актрисы И Эстрадные певицы И даже мужчины Иногда поют Эту песню И я действительно Слышал Наверное Не все Но очень много Вот Мне кажется Что Вот вчера Например Я услышал Как ее Вот Пела Не допела К сожалению До конца Исполнительница Тоже одна из Гостей Вот этого Фестиваля вашего Вот Она пела Вообще без аккомпанемента Вот акапелла Очень тихо Спокойно Красиво Мне Мне понравилось Но наверное Все-таки Может быть Из-за того Что это было Вот первое Исполнение Которое я не только Услышал Допустим Как Маринина Исполнение Потому что Первым Исполнителем Первой Исполнительницей Была Марина В 1973 году На пластинке Которая не вышла Вот Я услышал И увидел Как спила Пугачева И я помню Что Я был Просто Мне было Очень мало лет Еще Очень близко Была Вот Эта смерть И я Что-то Вот Вот она у меня Да Она у меня стоит Перед глазами Она Ну она Великая певица И Она это сделала Абсолютно По-своему Абсолютно И вообще Мне кажется Что когда Высоцкого Поют И читают Надо делать От себя Надо делать По-своему Не надо Стремиться Брать Его Такую Манеру Что-ли Она Только Его Хотя Мне Вот Сегодня Сказали Что Ты Когда Читаешь Похоже Что Ты Подделываешь Я Не Подделываюсь Но Вот И стараюсь Читать По-своему Все-таки Какие Увлечения Помимо Актерства Были У вашего Отца Во-первых Он был Профессиональным Актером Это Скорее Не Увлечение Это Профессия Вот Он Был Человеком Таким Увлекающимся Но Очень Занятым Человеком Допустим Многие Считают Что Он Собирал Зажигалки Потому Что Однажды Отвечая На вопрос Анкеты Которая Ходила По Театру Его Спросили Что Твое Хобби И Он Написал Зажигалки Что Вроде Все Считают Что Он Большой Коллекционер Зажигалок Это Было Очень Недолго И Он Свою Коллекцию Отдал Своему Отцу Моему Деду И Они Влились Вот А тот Был Настоящим Коллекционером Зажигалок Один Такой Из Самых Из 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 Москвей Вот Он Любил Хорошие Вещи Очень Он Обожал Свой Мерседес И Не потому Что Вот Ему Они Нравились Он Крутой У него Мерседес Не то Что Он Был Самый Лучший У Других Не Был Он Был Хороший Он Любил Хорошую Одежду Из Из С мамой Его С моей Бабушкой С Меной Максим Из Эвакуации Ранее Жили в Коммуналке И Не было Ничего Кроме Железной Кровати Потому Что Ее Нельзя Было Сжечь Все Сожгли Сожгли Его Игрушки Книжки Вот Все Они Потому Что Было Холодно И Не топили В Москве И Они Не Обиделись Вот И Как Не 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 В Не Не В Любил Хороший Он Любил Профессионалов Он Об этом Говорил Да И Он Говорил Что Профессионал Не тот Кто Получает Деньги За Свою Работу А Тот Кто Делает Хорош В Эт Эт Смысле Профессионал Хотя И Деньги Сказать Что Он Любил Деньги Нет Например Вот Гонорар С Этих Концертов Получил Огромную По Тем Временам Сумму Через Несколько Дней После Как Он Вернулся Из Калининграда К Нему Пришел Человек Который Оказался В Очень Тяжелой Ситуацией И Он Все Эти Деньги Он Просто Открыл Ящик Письменного Слова И Все Эти Деньги Отдал Ему Не В Долг Просто Отдал Так Что Думаю Что Он Умел Жить Любил Жизнь А вот Такие Какие-то Именно Увлечения Ну Вот То Что Я Могу Сказать Такое Что Как бы Не Связано С Профессией Как Мог Описал Давайте Я буду Заканчивать Наверное Уже